Развитие Тверской области обсудили на очередном заседании регионального правительства в эту среду, 7 апреля. В частности, речь шла о мерах поддержки муниципальных образований с невысокими темпами социально-экономического развития. О принятых решениях рассказывает Наталья Чекет. Чтобы определить, каким муниципалитетам необходима наибольшая поддержка, Министерство экономического развития проанализировал социально-экономическую ситуацию районов Верхней Волжи. Это показатели демографии, промышленного и сельскохозяйственного производства, ситуации с привлечением инвестиций, а также работа финансово-бюджетной системы. По данным министерства, прежде всего, поддержка необходима Краснохолмскому и лесному муниципальному кругу, Жарковскому, Молоковскому, Санковскому и Спировскому районам. Поддержка, которую определяют сейчас для территорий отстающих, это очень важный момент. Это и инфраструктурные проекты, это и программы мелких дел, которые вроде бы кажутся небольшими, но могут оцениваться жителями как очень значимые и важные. Для этих шести муниципалитетов разработают индивидуальные программы развития на пятилетний период, в которых будут обозначены поддержка действующих предприятий, стимулирование открытия новых производств, развитие территорий и привлечение инвесторов. Присутствующие на заседании эксперты поддержали решение регионального правительства в части создания индивидуальных программ для муниципалитетов, которым необходима поддержка. С моей точки зрения должна быть создана дорожная карта, в рамках которой мы проанализируем ситуацию, какие-то сложности, плюсовые моменты. Поэтому с моей точки зрения сейчас нужен план, по которому надо спокойно идти. Во время заседания губернатор обозначил важность инфраструктурного развития территорий, которая включает в себя газификацию и ремонт дорог. Развитие инфраструктуры, чему будет способствовать реализуемая уже в текущем году программа газификации и программа ремонта основных магистралей Тверской области, чтобы была транспортная доступность и, соответственно, инфраструктурные возможности для развития. Отдельно обсуждалось развитие монопрофильных территорий региона. Сейчас в Тверской области их семь. Это поселки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово. Города Западная Двина, Кувшиново, Удомли. А в 2021 году планируется создать территорию, опережающую социально-экономическое развитие в Удомельском городском округе.